всем привет вы на канале наша жизнь в америке не life is my life сегодня у нас суббота 7 7 марта елки-палки так это же у вас уже восьмое блин дорогие женщины всех с праздником всем здоровья счастья любви каждому по хорошему мужу по хорошему сыну ну и по хорошей дочке само собой в общем всю женскую часть подписчиков и не подписчиков зрителей и не зрителей нашего канала самым женским днем всех благ вот а я гонюсь на работу и в общем то начинается работа с заправки по дорогу назад по дороге на заправку я хочу рассказать о том что костка магазин костка в америке номер один в общем то ну он и у нас был номер один и я его всегда считал одним из лучших магазинов а почему он номер один и что тому подтверждение следующих словах значит вы только что вот недавно буквально посмотрели наш поход последний в костку где мы накупились орешек орешков закупились орешками вот так вот будет правильно сказать да и увидели что там не было воды и в общем так костка это был первый магазин в котором закончилась вода потому что следом мы пошли всем склад там вода была но дорогая а сразу следом мы пошли в smart and final и там вода тоже была любая и в любом ассортименте и это было получается буквально вот пару дней назад а сегодня когда мы отвозили нашего сына на дневной апати там у него у друга день рождения но в общем то празднуется он как сказали родители не официально то есть без большого стола без каких-то там заморочек по простому дома на заднем дворе вот мы решили с маришкой зайти нам надо было купить молочка вот ну и заодно глянуть что там по воде и мы пошли в этот вот магазин smart and final который как я назвал его районным он находится буквально рядышком с нашим домом и мы туда ходим если вдруг что-то закончилось чтобы не гнаться в хвостку там не делать больших покупок так чисто перебиться если какая-то мелочь ну и собственно заходим то вода которая прямо на входе нас встречала по 350 за 30 упаковку за 35 упаковочек до 35 бутылок в упаковке 350 она стоила за эту упаковку в общем-то этой воды нету стоит на ее месте вода по 599 прямо так вот на входе небольшие две кучки но на палетах и там в общем-то не так ее много и рядом на стенке висит объявление что в одни руки грубо говоря на одно домашнее хозяйство продается не более и перечислен список чего более или менее можно купить значит в этот список попала вода в этот список попала жидкое мыло в этот список попали санитайзеры руки средства для рук она очень популярна в америке куда бы вы не пришли поликлиника школа какой-то офис страховой компании там или я не знаю еще что-то продажа машин вот везде где вы заходите да тот же спортивный зал какой-то фитнес-центр везде на ресепшенах стоят эти санитайзеры значит вот санитайзеры туда вошли бумажные полотенца туалетная бумага наверное все вот такой вот список и там написано чего поскольку можно взять в основном получается где-то 24 упаковки ну мы такие думаем нифига себе блин и пошли в дальше в зал магазина там была вода в галлонах по 87 или по 89 центов за галлон и в общем-то этой воды там уже и не было короче воду разобрали получается паника не паника в общем то вот я сейчас еду как говорится по улицам никто не бегает ни у кого ничего не забирает все в нормальном рабочем режиме работает но в магазинах как-то вот полки попустили продуктовые полки я не могу сказать что там они как-то опустили но вот те полки где было были перечисленные мною средства ранее все полки реально пустые если посмотреть на тачки людей что они покупают ну тоже нельзя сказать что берут что-то особенное чего-то много чем-то запасаются там я не знаю консервами макаронами нету такого то есть люди делают обычные рядовые покупки переполненных тачек нету но тем не менее вот как бы вот с этими средствами и с водой в магазинах получается проблема мы тогда решили для интереса съездить в магазин 99 центов вот и в общем там с водой еще пока можно сказать в порядке относительно вот но опять же с туалетной бумагой до туалетная бумага все остальное было мыло жидкое мыло санитайзеры все это есть на полках как говорится вот единственное что с бумагой то есть народ боится обкакаться да все это конечно вот так вот и смешно и не смешно и тут вот я вчера или позавчера увидел на фейсбуке фотография журналиста по моему иранского и подпись значит что он пошутил типа хорошо было бы заболеть коронавирусом чтобы хайпануть заболел и умер вот поэтому на самом деле проблема есть проблема серьезная он продолжает распространяться цифры никакие называть не буду кому интересно смотрите в интернете слушайте новости но по факту у нас уже тоже объявлено как бы чрезвычайное положение в связи с этим вирусом в общем количество заболевших и обследуемых увеличилось и в общем все это достаточно в общем грустно ничего пока не закрывается слава богу все работает нормальном штатном режиме ну вот такая вот ситуация короче есть вчера я работал как положено чуть позже будет видео про машину как решился вопрос со страховыми компаниями с ремонтами во что это обошлось сколько денег и прочие дела вот что по работе могу сказать что значит давненько этих влогов не было наверное недели три в общем то все на прежнем уровне как-то я скажу что вот вчера было очень много заказов но заказы были мелкие это расстраивало но было хорошо то что из-за того что было много заказов очень переезды между пассажирами были маленькие это очень удобно не было так сказать лишнего холостого пробега вот и поэтому сумма получилась такая как и обычно для пятницы может быть чуть чуть меньше вот но сказать чтобы кто-то не шел куда-то отдыхать в клубы там и прочее то есть как обычно все вот эти вот заведения которые активно работают пятница суббота воскресенье они были заполнены как обычно в клубы стояли очередь очереди это такая интересная американская традиция я не знаю или фишка клуб работает например до двух до трех часов а посетители могут ехать туда в 12 часов в час и причем когда их привожу там такая стоит очередь может стоять на 10 человек а может и на 100 и на 200 стоять и вот они стоят в этой очереди тусуются время 12 час ночи клуб до двух до трех то есть по они туда успеют войти и выйти но вот я не знаю это сама тусовка в очереди там или что но это какая-то вот такая культура посещения вот этих клубных заведений она абсолютно отлично от того с чем я знакомый я думаю от того что вы знаете но это интересно забавно наблюдать вот и поэтому пассажиры были такие же как и обычно то есть там аэропорт из аэропорта кто-то в клубы кто-то по делам друзья вечеринки в общем жизнь течет своим чередом в общем ничего не меняется все как говорится по плану вот такие вот последние интересные новости и наблюдения мы решили купить фильтр для воды на амазоне потому что ну сколько можно скупать воду в магазинах до какой степени до какого количества надо это или не надо это все настолько непонятно и поэтому мы просто решили купить фильтр поставить его да и все дела я еще не определился какой мы будем покупать понятно что мы не будем покупать какой-то врезной который ставится прямо в трубу вот это нам не надо вот мы будем покупать какой-то такой типа вот этих вот отстойников таких чайников или что если кто-то пользуется особенно в америке и уверен что это помогает делитесь своими комментариями называйте как марки бренды там как он называется я хочу вот в понедельник заняться этим вопросом и прикупить фильтр свое время мы в беларуси пользовались таким кувшином по моему он назывался брита там какие-то сменные картриджи в нем были надо было наверху на крышечке засекать ну типа какого числа поставил чтобы знать приблизительно когда менять ну вот не знаю помогал он или нет но по факту на чайнике постоянно была белая накипь избавиться от нее конечно можно было маришка постоянно его мыло чистила но обрастал он очень быстро как бы не знаю помогал этот фильтр не помогал здесь мы пользуемся вот этой петель бутилированной воды водой это к вопросу о том почему ее покупают и в общем то вот нашему чайнику пять лет его открываешь и он выглядит как новый этот элемент в нем блестяще абсолютно ну вот я вам сейчас хочу сказать прерваться я приехал на костку очереди на заправку нету машин немного я вижу люди вот везут тачки не переполненные то есть на костке обычный рабочий день и то что мало машин на заправке и на парковке говорит о том что никакой паники нету вот а по поводу фильтра значит ну я говорю чайник всегда обрастал а вот здесь мы пять лет пользуемся одним чайником на нем вообще ни грамма налета мы не покупаем никакие специальные чистящие средства для этого маришка ну просто периодически моет его потому что ну моет снаружи все-таки руками берешься туда-сюда стоит на кухне там брызгишь сами понимаете но со спиралью никаких проблем нету поэтому вот мы и покупаем эту воду в магазинах я думаю по той же простой причине покупают ее и все американцы вот в комментариях значит спрашивали почему покупаем ведь в беларуси наверняка не покупали ответ очень простой да в беларуси мы не покупали в беларуси это вода стоила столько что мама не горюй и в общем-то ну это было затратно для зарплаты и в свое время мы жили последние пять лет в деревне хоть там и были колодцы и там была у нас центральная вода но я периодически когда ехал через родительский дом или с работы там в общем то но я в минск гонял каждый день я брал такие большие 18 литровые фляги и в колонке набирал воду нам нравилась вода там с определенной колонки она казалась нам более чистой и более вкусной но тем не менее мы ее все равно пускали через фильтр вот в общем вода в беларуси для того чтобы ее покупать она либо дорогая либо маленькая зарплата ну опять же зарплата у всех разные но тем не менее для нас это было бы роскошью покупать воду беларусь а здесь она стоит грубо говоря 10 центов бутылочка и взять на неделю там 34 упаковки это не такая большая проблема для бюджета зато заглядывая в чайник понимаешь что ты пьешь чистую воду ну вот такие дела так что пишите ваши комментарии давайте общаться напишите обязательно пожалуйста про фильтр кто каким пользуется чтобы но не ломать голову сильно я не знаю там не наступать на грабли взять может быть воспользоваться чем-то советом вот подписывайтесь на канал обязательно поставьте колокольчик чтобы не пропускать уведомления о новых видео и я с вами не прощаюсь потому что мы в интернете и нажатием кнопки мы можем увидеться снова и снова до встречи бай бай на голубых экранах пока пока